Идея этого обсуждения по утрам Шима Бхагава, это вообще изначальная идея Шима Бхагава в том, чтобы Бхагава стал основой или средой для общения преданных, что всегда есть какая-то среда, тема для общения людей. Сейчас очень много разных тем. И круги общения преданных людей формируются благодаря темам. Эти темы определяют и качество людей, которые хотят эти темы обсуждать, и направление, результаты этих обсуждений, качества, которые потом формируются благодаря этим обсуждениям. То есть вся наша жизнь, она на самом деле начинает строиться практически с рождения до смерти вокруг тем, которые мы обсуждаем. Как Шима Бхагава пишет в самом начале Шима Бхагава там, что у всех есть какие-то вопросы, ответы. И все с утра начинают, даже птицы, не говоря уж о людях, обсуждают какие-то темы. Птицы сидят, чирикают, и нам кажется это очень романтичным каким-то красивым звуком чириканье птиц. На самом деле они говорят у Дугу, где черви, где черви, где мухи. Или одна птица, как Гопи Паранда напрямую говорил. Если бы понимали язык птиц, то мы бы смотрели на этих мило чирикающих птиц на ветке. Соловьи какие-нибудь там поют. Но мы бы услышали, что одна говорит другую, не садись ко мне на ветку, а то я тебе глаза выплюю. Примерно так. То есть у них у всех есть темы для обсуждения какие-то. И идея обсуждения Бхагавы там с самого начала, Шука Дайвага с вами рассказывает Махараджа Парикшиту, о чем нужно слушать и говорить в пределье смерти. Как Шива Купада говорит, что на самом деле относится ко всем нам, потому что пределье смерти может быть гораздо ближе, чем мы думаем. И в этом произведении Бхагаватам все темы, которые человеку, человека в принципе интересуют, рассматриваются сквозь призму вечных взаимоотношений к Кришне с живым существом. Так, чтобы о чем бы человек потом благодаря изучению Бхагаватам не посмотрел, благодаря тому, что он пропустил Бхагаватам через себя, он сможет развить в себе видение Кришны во всех темах, которые в его жизни присутствуют, и всегда связывать их с Кришной. Как я помню, где-то мы обсуждали, был Бхагаватам Шама Мадова, Махараш, и кто-то еще из предных говорил ему, где-то в каком-то храме были, не помню, где это было, что там в храме нет света на улице, и там все удобства были на улице, и чтобы дойти на улицу, ночью там не было света, и очень опасно идти по ночам, по делам, которым люди ходят в эти места общего пользования. И как тут свежешь, что это с Кришной? И один из участников обсуждения вдруг определенно жаловался, а тот второй участник обсуждения сказал, просто сервис тихо из Шима Бабын, как раз в одиннадцатой песне, «Янастхайр, наураджанна, прамадеда, карахичи, даван, немилия, вани, трейдинас, камин, апатитыха». Человек, который идет по пути Бхагаватамарги, даже если он бежит по этой дороге, закрытыми глазами он не споткнется, не упадет. Бхагаватам, Махарашка, вот как раз тоже. Вспомнили Бхагавату, сразу по любому поводу можно вспомнить. И таким образом вспоминать о Кришне. И поэтому иногда у преданных складывается такая духовная иллюзия, что лекция по Бхагаватам – это когда есть какой-нибудь очень старший кто-то, и он сидит с Исасаном и вещает нам о каких-то очень возвышенных темах, а мы, в принципе, в течение этой лекции можем расслабиться, сидеть и сделать все, что мы внимательно слушаем, потому что с нас же не спросят, выйдем из лекции, и никто еще даже не скажет, а что там было сегодня на лекции, я не должен буду вспомнить. Вот так спроси нас, что было на лекции вчера или позавчера. Да, бывает, мы не вспоминаем с первого раза. Но обсуждение Бхагаватам было, идея была в всем другом, что мы помнили и вспоминали, и помнили потом в течение дня и в течение всей жизни, до ухода из этого мира Кришни. Поэтому иногда полезно поменять формат, вместо того, чтобы читать кому-то одному лекцию, преданные просто садятся в круг и обсуждают Бхагаватам. Как это вообще изначально делается? С вами в Риндаване сидели, во Риндаване и в Севакунжи, или где-то в центре духовного мира, в Раде Дамодаре сидели и обсуждали темы, связанные с Бхагаватам. По очереди. Не то, что кто-то из них один читал лекцию, другие сидели и слушали. Волой так, но вообще в целом они обычно сидели и обсуждали различные темы, которые связаны с Бхагаватам. И кто говорит, говорится про Рагунату. Бхату говорит с вами, что он мог декламировать стихи Бхагаватам на несколько разных мелодий. Сколько там было? Три или четыре разных мелодий, или пять даже разных мелодий. Он был так искусен. Господь читает, а я лично дал ему наставление «Не женись, изучай Бхагаватам». И рассказывает Бхагаватам Айшнау. Поэтому Бхагаватам мы говорили, Назарховство, Бхагаватам – это сведа для общения с преданных. И изначально он именно так был оповедан, как метод для того, чтобы помнить о Кришне в течение всей жизни. И потом перед уходом из этого мира вспомнить о нем и уйти в духовный мир. Мы говорили о том, что есть много разных тем у людей. Как об этом вторая песня Бхагавата. Он говорит, что у людей так много из разных тем для обсуждений. Но я тебе сейчас на этом тему, которая полностью все потребности обсуждений исчерпает и восполнит. И поэтому преданным хорошо учиться, просто строить свое общение вокруг Бхагавата. Не в отведенных для этого времени на лекциях, если мы вообще до них доезжаем, до этих лекций. Потому что сейчас в основном преданных слушают в записях. Это еще легче. Можно вообще делать то есть там много всяких разных вещей. Перемещаться с телефона, включенном, время-то время включать вот какая есть на звонки или какие-нибудь сообщения в мессенджеры. То есть эта Бхагавата становится такой формальностью, которая ничего в нашей жизни не меняет. И мы при этом ожидаем, что что-то она нам даст. При этом ничего, ладно, как бы со своей стороны не отдаем для того, чтобы Бхагаватом по-настоящему был центром нашей жизни. Идея в этого ретри как раз заключается в том, чтобы научиться нам в повседневной жизни стремиться к обсуждению, искать такое общение или давать его другим, потому что иногда мы просто ищем. А мы говорим, что нет, значит, не будет. Бхагаватом можем давать это общение, если она реальная для нас потребность. Поэтому мы хотим за эти пять или шесть дней приучить себя к такому формату обсуждения, когда каждый из нас участвует. Я сегодня с утра рассказал на объявлении, что мы будем сами вместе лекции навазить друг другу. И можем экспериментировать с различными форматами, которые нас больше вовлечут. Но вот тот, который я хотел вам предложить, это по кругу просто читать по одному стиху и, может быть, по одному абзацу из комментария. То есть мы читаем стих, если комментарии к ним мы считаем, один абзац, каждый из нас. И потом передаем следующий абзац следующему пренному, чтобы каждый из нас читал, потому что так живее получается. Не знаю, у нас будет, возможно, сегодня будет. Завтра будет. Да, завтрашнего дня мы будем на экран выводить стихи, чтобы так же можно было всем следить. Может быть, достанем еще несколько книг, чтобы были на руках. Но когда мы что-то читаем, все остальные внимательно слушают. И если у кого-то возникают вопросы, вы просто поднимайте руки, и мы сразу будем эти вопросы задавать, и кто-то из преданных будет отвечать, кому он идет и что сказать. Вот так, такой формат, чтобы он был живым, и это будет примерно 45 минут, но час длится каждый день до 9.30, потом будет завтрак, и потом будет другая программа Рита. И мы будем изучать таким форматом, таким образом, удавагиту. Почему удавагиту? Есть, по крайней мере, две причины. Одна причина заключается в том, что Кришна-кадха, как Шеллопадна говорит, это... Кто может вспомнить, что такое Кришна-кадха, как Пропадна объясняет? Кришна-кадха. Слова самого Кришны или слова о Кришне? О Кришне, да. Слова самого Кришны, слова о Кришне. И нам предстоит отметить с Кришнаджамаштами в этом году вместе, сидясь. И мы хотели бы как-то настроиться на Кришну, Кришны-кадхой, о Кришне и Кришне, словами. Вот здесь слова Кришны. Обычно мы читаем Бхагавадгиту, Пропадна говорит, что Бхагавадгита это слова Кришны, но здесь Удавагита. И он рассказывает. Интересно, те же самые темы, можно очень много параллелей найти между тем, что говорит Кришна в Бхагавадгите, она даже практически те же самые стихи произносит здесь Удавагите. И он говорит, объясняет Удаве различные темы, и Удава своими вопросами очень искусно извлекает из Господа Кришны ответы на эти вопросы и побуждает его раскрывать такие интересные темы, такие давать откровения, которые он вообще нигде больше не говорит. Иногда мы что-то обсуждаем с преданными, и если вещь находит о сокровенных предметах, в таком душевном разговоре мы начинаем говорить то, что никому никогда не говорили. И вот здесь беседы между еще даже более близкими друзьями, чем Кришна и Арджуна, Кришна и Удова, еще более сокровенный друг. И поэтому темы, которые звучат в этих беседах, еще более сокровенные. Поэтому по утрам мы будем создать Удова-гиту, таким образом, по очереди читая. А по вечерам, начиная с завтрашнего дня, сегодня у нас будет собрание, но завтрашнего дня мы будем читать источники вечного наслаждения, тоже таким же образом. Это будет Кришна и Кадха во втором смысле. О Кришне. Сейчас, секунду. Чтобы таким образом настроиться на Джамаште, начиная с первой главы. Да, Руслан. Хотел попросить, можно круг нам всем сесть? Мы пытались круг садиться, но вот как-то... Сейчас не будет все равно. Да. Мы пытались круг садиться, это так примерный круг. Как Чипати получается, понимаете, такого формата, когда первый раз готовят. Еще пару месяцев ставить, чтобы сейчас кто-то пришел. Да, пожалуйста. Да, конечно. Можно так тихонечко при этом говорить, чтобы они кого-то все отпускали. Если кому-то из вас нужна поддержка для спины, там есть у нас специальное сидение с опорой для спины. Вы можете пользоваться ими. Вот такая идея. Нормально? Еще раз мы читаем по очереди. Вот я начну с какого-то текста. И там мы начнем читать Удову Гитту не с самого начала, потому что если на самом начале начнем ее, а она начинается в шестой главе, то мы... Там примерно шестая, седьмая. Седьмой главы начинается, строго говоря, сама Удову Гитту. А шестой в конце описывается предыстория. И мы в этом году пытались начать прочитать всю Гиту, Удову Гиту, когда я был в Австралии, но сошлись с дистанции на девятой главе, в тринадцатом тексте, где как раз Господь Кришна заканчивает описание Брама Навадуты и как Он учился у различных духовных учителей. Но сегодня я хотел начать... Если мы начнем сейчас сначала, то мы опять застрянем где-нибудь, скорее всего, даже меньше. Потому что в прошлый раз у нас было 17 занятий, а тут у нас всего 4 или 5, чем будем по очереди читать, еще обсуждать. Так что хотел предложить вам с десятой главы начать, чтобы девятая глава потом как-нибудь закончилась. Десятая глава, которая называется «Природа кармической деятельности». Почему с десятой? Потому что там начнется одиннадцатая, двенадцатая глава. Десятая глава называется «За пределами высшей освещенности знаний». Там Господь Кришна будет говорить о бхакте. И мы надеемся подойти к этим главам. Так чтобы к Данмаштаме мы смогли бы прочитать очевидное описание природы предного служения. Но сегодня мы хотели прочитать в качестве начала настройки начиная с текста двадцать девятого. Очень важный текст. Который? Двадцать девятой главы. Девятой. Двадцать девятой главы. Двадцать девятый текст девятой главы. Если вы читаете Бхагаватам со своего прибора какого-нибудь телефона, то в этот момент телефон становится неотличным от Бхагаватам. Хорошо, вы его на что-нибудь накласите, кроме как на пол. Можно какую-нибудь например подушку взять. Нас такой по Рандану приболучил. То есть когда мы на компьютере работали там просто на его занятия читали грамматику что-то еще нам позволялось их на полу держать. Но как только мы начинали Бхагаватам все говорят это же Бхагаватам теперь все не можете его держать на полу. Нужно его ставить на что-то выше. Нормально? Ом намо Бхагавате Васудэ Вайям 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 Итак, мы сегодня постараемся прочитать 1, 2, 3, 4, 5 текстов последних, завершающих 9 главу, потому что это очень важный текст, и Господь, конечно, подводит черту под тем, что он обсуждал Судовой, и начинается эти 5 текстов с очень важного текста, который Шила Павпада часто цитировал. К сожалению, комментарии здесь не Шила Павпада, но ученики Павпады, которые писали к ним комментарии, во-первых, часто ссылаются на него, цитируют его какие-то выдержки, и во-вторых, часто используют комментарии Ачариев. Также к этим комментариям мы получим сопоставимое благо, скажем так, чтением комментариев Шила Павпада, читая их слова. Итак, текст 29-ый. Еще раз мы читаем стих, и потом мы читаем, если есть комментарии, к нему один параграф, и передаем следующему, другой читает еще один параграф, предуследующему, если начинается стих, снова стих, к нему один параграф. Нормально? Так. И санскрит. Если санскрит будет сложно кому-то из вас читать, то я могу читать его. Итак, перевод. Господь Кришна объясняет. Пройдя через бесконечное количество рождений и смертей, душа получает резкую человеческую жизнь, которая хоть и не длится вечно, все же позволяет достичь высшего совершенства. Поэтому любой здравомыслящий человек должен постараться как можно скорее обрести это совершенство, пока его тело, подверженное смерти, еще живо. В конце концов, удовлетворять чувства можно даже в самых отвратительных формах жизни, тогда как сознание Кришны доступно только людям. Очень много сразу параллелей возникает, потому что Господь Кришна и в Бхагава вообще во многих местах говорит об этом, об этом принципе, о спешности, неотложной важности духовной жизни в человеческой форме. Как раз сегодня я как раз подмолоченную прабу проводил пуджу во время приветствия божества. Я стоял возле божества, смотрел на божества, смотрел на подмолоченную прабу. И вдруг у меня такое понимание пришло удивительное, что Господь Кришна, он даже наше тело сделал похожим на себя специально, чтобы нам было легче помнить о нем. Смотрел на подмолоченную прабу и на божества, которые друг на друга смотрели. Говорит, вот почему тело, истское тело пригодно для самосознания. Господь делал вот таким, дал разум, дал чувства, развитые пальцы, например, которые, которые можно много всяких тонких моторных функций делать. И дал облик, похожий на него самого. Так что даже смотря в зеркало, можем о Кришне вспоминать. Мы, конечно, о нем не вспоминаем, чаще всего, когда смотрим все зеркало. Но мы можем. Если бы мы выглядели как-то по-другому, представьте, какая-нибудь такая гигантская амеба, была бы с тремя глазами и с ясничками повсюду. И смотрели бы в зеркало по утрам. И Кришне бы, скорее всего, меньше вспоминали. А тут все возможности есть. Два глаза, два уха, руки, ноги, как у Кришны. И можно вспомнить о нем. Комментарии. Фактически, материальная жизнь – это не то, не что иное, как круговорот рождения и смертей. И даже в низших формах жизни, такие как рептилии, насекомые, свиньи, собаки, у живого существа есть множество возможностей для чувственных наслаждений. Даже обычные комнатные мухи ведут активную половую жизнь и потому так быстро размножаются. Но человеческая жизнь дает душе возможность достичь, постичь абсолютную истину. И потому налагает на всех нас большую ответственность. Поскольку бесценная человеческая жизнь не вечна, мы должны уже сейчас прикладывать все усилия, чтобы достичь высшего совершенства сознания Кришны. Пока человека не постигла смерть, не настигла смерть, ему следует со всей серьезностью трудиться ради подлинных интересов своей души. Да, у нас также будет задание. Мы сегодня в таком подготовительном режиме пока это обсуждение проводим, но будет задание потом, когда мы начнем с завтрашнего дня, мы об этом объеме сегодня, у нас будут небольшие группы по комнатам разделенные и будет задание каждому из обсуждений вспоминать главные моменты, которые высветились в нашем сознании. И также будем стараться задавать какие-то вопросы, которые преданные будут обсуждать друг с другом и на следующий день спрашивать. Да, Эмир. Можно будем конспектировать как-нибудь? Конечно, да, пожалуйста. Все, что будем конспектировать. Вам нормально видно? Человек может получить опыт сознания Кришны, общаясь с преданным Господом. Без такого общения мы увлечемся имперсоналистскими теориями, которые ведут нас в сторону от преданного служения абсолютной истине. Еще одна опасность, подстерегающая тех, кто не общается с преданными, состоит в том, что потерпев неудачу в своих самостоятельных попытках понять абсолютную истину, человек от отчаяния может вернуться на ложный путь чувственных удовольствий. Подводя итог, можно сказать, что человеческая жизнь предназначена для развития сознания Кришны под руководством опытных преданных Господа, постигших свою истинную природу. Какие-то есть комментарии, вопросы? Что это вызывает в вас? Слова, которые вы только что прочитали? Санскрит прочитать. Санскрит прочитать? Вы прочитаете, Вадим? Ну да, да. Я можно, пожалуйста, вспомнить просто об этом стихе, не по комментарию, что Шелбактифидант, Саша Слоди Токурпат, когда увидел вот стих, не знаю, где-то он был написан, что Льву Мактюна Токуре еще в детстве, он решил посвятить свою жизнь тому, чтобы все люди на Земле узнали об этом стихе. Поэтому так символично, что мы сегодня начали с него. Спасибо за руку. Шелбактифидант часто на него ссылался. Да, следующий текст. Текст 30. Получив уроки от своих духовных учителей, я развил в себе отрешенность от всего мирского и постиг верховную Личность Бога. Свято храня этот духовный опыт, я странствую теперь по свету, свободный от привязанности и ложного эго. Это говорит Брамана Вадвута. Господь Кришна рассказывает историю про Брамана Вадвута Удави, который учился у 25 духовных учителей разных. А, да, если комментариев нет, вы можете еще один текст прочитать и прочитать к нему один абзац. Текст 31. Очень важный текст. Вот сейчас вы внимательно слушаете. Он часто приводится в качестве аргументов некоторыми вайшнавами. В качестве неправильного аргумента. Но в комментарии к этому стиху Ачарьи объясняют, как правильно его понимать. Хотя абсолют один и только один, мудрецы описывают его по-разному. Поэтому невозможно получить прочные, исчерпывающие знания только от одного духовного учителя. Еще раз можно повторить? Хотя абсолют один и только один, мудрецы описывают его по-разному. Поэтому невозможно получить прочные, исчерпывающие знания только от одного духовного учителя. То есть абсолют один, но все описывают по-разному, поэтому от одного учителя получить знания, исчерпывающие, невозможно. Поэтому нужно ходить к разному. И преданные из некоторых братских вайшнавских организаций этот стих использовали. Я помню очень активно в начале 2000-х или в конце 90-х, говоря, что вот смотрите, здесь же говорится Бхагаватам, что нужно ходить к разным духовным учителям, приходите. Просто невозможно у вас там, где-то там у вас, от одного духовного учителя получить. А у нас здесь есть возможность слушать разных возвышенных варишнамов, поэтому, пожалуйста, приходите, слушайте. Бхагаватам вам велит. Давайте прочитаем первый абзац и комментарий. Шрила Шридхара с вами комментирует этот стих следующим образом. Высказывание о том, что человеку нужно много духовных учителей, несомненно, нуждается в пояснении, поскольку все великие святые прошлого принимали покровительство одного духовного учителя, а не многих. Слова Гияте Бахударши Гих мудрецы прославляют абсолютную истину множеством способов. Указывают на имперсоналистское и персоналистское восприятие абсолютной истины. Иными словами, некоторые мудрецы описывают только безличное сияние Господа, лишенное духовного разнообразия. Тогда как другие говорят о видимой форме личности Бога. Однако, просто слушая разных мудрецов, человек так и не сможет понять, в чем заключается высшее совершенство жизни. Увеличение числа всевозможных знатоков духовной науки полезно только в целях противостояния грубому материализму, которому имеют склонность живые существа. То есть, они берут, количеством берут, наваливаются кучи великие знатоки, когда увеличивают. Знаете, когда вначале предны слушают разных знатоков, вначале духовного пути, и тот говорит, это это говорит, это вообще все говорят, Бог есть. Ну, похоже, есть, раз все говорят. Разные духовные философы порождают в людях веру в существование души, и на таком уровне их можно принимать во внимание. Но, как будет разъяснено в других стихах, духовный учитель, который дает нам совершенное знание, может быть только один. Это цитата Ишидары с вами, вот на этом слове один, заканчивает цитата из комментариев Шрила Ишидары с вами. Первый абзац, это буквально целиком это цитата, сделал комментарий. Да, Игорь, тогда может следующий абзац прочитать. Шрила Джива Госвами комментирует этот стих так. Если общепризнано, что у человека должен быть только один духовный учитель, почему же здесь рекомендуется получать знание от множества так называемых духовных учителей, предстающих перед нами в образе обычных материальных существ и предметов. Объяснить это можно следующим образом. Почтенный духовный учитель будет наставлять своего ученика во многих областях знания, передавая ему опыт, полученный в ходе внимательного наблюдения за обычными предметами и явлениями. Как советует Брамана Ватхута, с помощью наблюдения за обычными явлениями природы можно упрочить знание, полученное от Ачарии, и уберечься от нарушения его указаний. Не следует механически получать от гуру наставления. Ученик должен быть вдумчивым и при помощи своего разума усваивать на собственном опыте то, что услышал от духовного учителя. Для этого он должен наблюдать за окружающим миром. В этом смысле у человека может быть много гуру. Однако не следует выбирать в качестве духовных учителей тех, чьи слова противоречат знанию, полученному от истинного гуру. Иными словами, не следует слушать наставления людей, подобных капиле атеистов. А можно мне книгу передать сюда, на секунду? Мы пишем, и вот у меня есть диктофон. Я его сюда вставлю, чтобы каждый, кто старается его не касаться, чтобы не... Мы будем таким образом писать те, кто говорит там вот здесь, потом наложим на видео, чтобы звук был хороший. Какие-то есть комментарии к этому? Шила Джилага с вами, что он сказал здесь? Какая главная мысль о том азиации, которая здесь статирована? Что мы учимся. То есть принимаем духовного учителя, и в соответствии с тем, что он говорит, мы уже учимся у других. И вот он говорит там, что если мы слышим что-то другое, то мы это не принимаем. И Шила Курпад очень часто об этом говорил. Вот он, в принципе, с одной стороны, говорил, что... Нормальный. С одной стороны, он говорил, что все наши духовные учителя, все, кто говорят о духовной науке, но никто, он цитируя его письмо, письме Шигалим, и в первом году, говорит, что никто не должен считаться нашим Шик Шагур, если он говорит хотя бы что-то отличное от того, что он дик Шагур говорит. Он не может быть Шик Шагур, если он говорит что-то отлично от дик Шагур. В другом месте в лекции он говорит, человек, который говорит, что это отличное от того, что говорит он дикший гуру, он не шикший гуру, он негодяй. Демон, он демон, он демон, очень резко. Пропады говорят так? Пропады в лекции, да, я могу лекцию найти потом. Разумеется, речь идет не о том, что кто-то случайно что-то сказал, отличное дикший гуру, мы в демоны записываем, но когда речь идет о человеке, который пытается давать наставления, зная о том, что говорит он дикший гуру, вот при этом, при противоречии мы пытаясь проверживать их и давать свои собственные наставления, дикший гуру изначально принимается как лучший шик-шигуру. И Нарахарисаракарта Ахура говорит, Хришна Боже Намрите, что даже если человек получил наставляем какого-то Великого, Ишнава, он должен взять эти наставления, принести к своему дикший гуру, передать ему это наставление, скажем, вот я слышу, как мне к этому относиться? и услышать от своего духовного числа наставления, как. И тогда он может их принимать. Поэтому здесь Джива Гасани, как Руслан сказал, объясняет, что да, мы получаем в духовном числе одно что-то, какое-то наставление, потом, применяя его уже к разным источникам духовного знания, с помощью этого эталона можем выбирать то, что нам полезно по этому критерию и действовать. Например, Дикши Гуру говорит нам, будь смиренным. И мы вдруг начинаем видеть вокруг себя смиренных вайшнавов, потому что нам же теперь и так наставление смиренным быть. А как быть смиренным? Можно учиться тех, кто будет смиренным, кто является смиренным. Мы начинаем искать таких предантов повсюду. И теперь они становятся для наших шабудов, потому что мы знаем, чему у них учиться. Вот так вот, в принципе, описывает весь человек Джива Гасани. И так можно учиться у многих, но одному. Да, Миша. Вы сказали, что, процитировали, что где-то говорится, что преданный, если какие-то наставления получает, должен к духовному учителю подойти. И Лишнабхаджанаблити, да. Лишнабхаджанаблити. Да, Харисакатабли. Да. Назад. Следующий абзац. Яснослов, Шилов Шилов Шнабхи Хваджанаблити. Шрила Вишванадха Чакара Орти Такур также прокомментировал этот стих. Он пишет. Шриман Бхага в этом говорится. Тасман Гурум Прапанита. Гьясу Шре Утам. Поэтому, если человек по-настоящему хочет достичь высшего совершенства жизни, он должен обратиться к истинному духовному учителю. Точно так же в пятом стихе десятой главы этой песни сам Верхуна Господь утверждает. Матафигям Гурум Шантам. Упаситамат Атмакаму. Человек должен служить истинному духовному учителю, который обладает полным знанием обо мне. Такой учитель не отличен от меня. В ведической литературе есть множество стихов, в которых человеку предписывается принять покровительство только одного истинного духовного учителя. Существует бесчисленное множество примеров великих святых, которые принимали не более чем одного духовного учителя. Таким образом, мы должны принять покровительство одного и только одного истинного духовного учителя и получить от него определенную мантру. Сам я строго следую этому принципу и поклоняюсь своему истинному духовному учителю. Но, поклоняясь Ачаре, мы можем пользоваться хорошими и дурными примерами со стороны. Наблюдая за правильным поведением, человек укрепится в своем преданном служении, а видя дурное, получит предостережение и избежит опасности. Таким образом, человек может считать своим духовным учителем множество материальных вещей и явлений. Они наши шикша-гуру, учители, которые дают нам важные уроки ради нашего духовного роста. Если мы как раз поем каждый раз по утрам молитву, мы шан-чапаре такого с вами будем помочь в учителе, где я вам сказал Анастасия, и шан-на-наисандр, и действительно на него три раза в день. Там вещь идет именно духовный вещь, это дикший бой, потому что на три раза в день на дикший бой мы здесь, я бы говорил, на самом деле, в Триаманду, которую он дал. И с этой молитвы начинается, как она называется? Ставамритва Лахари. Называется книга Вишнад Чакварта Кора. Там много единственных молитв, аж так многих, много. Он вначале произносит эту молитву Самсара Давана Лизбалока, где он пишет потом молитву Парам Гуру, потом Парам Парам Гуру, потом молитвы всем великим преданным в цепьючинских принципах, от молитвы Господа Кришни, молитвы Спутникам Вечным, Господа Кришни Давана Лизбалока. Каждая молитва посвящена какому-то конфликтуру на спутнику, всегда к Ниме. Ставамритва Лахари. Там есть молитва Гапалу, молитва Гавинди и так далее. Начинается все с этой молитвы, с Абсара Давана Лизбалока. Он говорит, каждый, кто эту молитву почитает с утра, износит ее, да, дает такое благословение, то вот и придет, чувствует горкуши. Поэтому, Шелу Ишнад, у тебя как-то курс есть в этом комментарии, обратили внимание, говорит. Я сам это правильно исследую. Поэтому всем тоже искомендую. Да, Руслан. И так, по словам Господа, у нас может быть только один духовный учитель, обладающий полным знанием о Боге. И мы должны искренне поклоняться такому учителю, видя в нем самого Господа. Это утверждение не противоречит наставлениям Брамана Авадуты, которые Кришна передает сейчас Удхаве. Если мы, выслушав наставления Ачарьи, запираем их в своем уме как некую отвлеченную догму, мы никуда не продвинемся на своем духовном пути. Чтобы обрести прочные исчерпывающие знания, нужно видеть, как наставления Ачарьи проявляются повсюду. Байшнав выражает огромное почтение всему, что помогает ему обрести дальнейшее просветление на пути следования указаниям истинного Ачарьи, не отличного от Господа Кришны. Спасибо. Какие-то вопросы? Правильно ли я понял, что вот, чтобы не запирать на наставления, полученные от духовного учителя, в уме, нужно их реализовывать на практике и связывать их, то есть в жизни, стараться найти подтверждение этих слов, как-то в жизни или как-то иначе. А я знаю, как смотрите, вот он может, обратите внимание, как у него руки загоревшие. Понимаете, почему? Почему у подмочи только такой необычный загар. Да, он по локти в гектаре. Гуру Мараш дал наставление, не распространяйся, а потом, как распространяется, с того вечера, и говорит, не знаю, разводя руками, которые выдает мне знания. Как это все применять? Да, правильно. Иначе, если он просто говорит, да, вот мне поможет, такое наставление, ну, такое наставление, а ты следуешь? Ну, когда-нибудь можно. С днем смысл этих наставлений, только когда мы их следуем, потому что, если их не следовать, то они остаются поводом для гордости только. Так как, если вы к врачу сходили, к самому крутому на свете врачу, он вам выписал лекарства, дал метод лечения, диету, а вы им не следуете. Да, это не смысл. Просто гордиться тем, что вы видели самого хорошего врача на свете. Только нет. Да, для этого нужно применять нас на практике. И духовный учитель теряет энтузиазм. Не то, что он теряет, но он его от нас скрывает. Если мы не следуем наставлениям, то он не будет надавать ничего. Никаких новых наставлений. Хотя бы старые, по-своему врачами. Дело в том, что вы уже тебе сказали тогда о будущем. Это не может идти речь. Проксила Пропадов во многих письмах говорит, «Если вы не будете вставать рано утром, до четырёх, там, тридцати, до четырёх, там, на фиг, там, отгаларите, если не будете с утра джапа повторять, не будете читать, то ни в каком духовном прогрессе не может идти речь вообще, если вы с вами встаёте рано». Это его слова. На многих письмах в чём начале, в конце и посередине мы об этом говорим постоянно. Со словами его слова. Какой смысл? Об общем-то ещё говорить, если даже это не усвоит. Дальше, Руслан. Среди множества гуру, упомянутых брахманом, некоторые дают положительный пример, а другие – отрицательный. Раскаившаяся пинггала и юная девушка, снявшая браслеты, учат нас, как правильно себя вести, так как несчастные голуби и глупая пчела демонстрируют, какого образа действий следует избегать. Но и всех, и в других случаях, ваше духовное знание обогащается. Таким образом, не следует ошибочно полагать, что этот стих противоречит утверждению Господа, который приводится далее. Багатам 11.10.5. Мат Абхиджна Гурум Шантам Пупасита Мат Адракам. Спасибо большое. Резастик мы прочитаем, начнем завтра. Резастик мы прочитаем уже на 10-й главе. Это Кирченко вам представил текст? Угу. Есть лист, да? Есть лист, да? Хорошо. Трестарый текст. Шри Бхагаван Вача Ити Уктва Саядун Випрас Там Амантра Габхи Радхи Вандита Сварчитураг Яяук Притто Ятха Гатам. Перевод. Верховный Господь сказал, поведав свою историю царю Яду, мудрый браман принял от него знаки почтения. Затем царь склонился перед ним и Аватхута, попрощавшись, покинул то место в таком радостном настроении, в как он прибыл туда. Комментарий. Шри Вашихар Свами приводит свидетельство из Шимад Бхагаватам, согласно которому этот браман Аватхута на самом деле был воплощением Бога по имени Дататрея. В Пагаватам 2.7.4 говорится Ядпада Панкаджапарага Павиттрадеха Йогартхи Апур Убхаям Ядухай Хаядья Получив богословение лотосных стоп Господа, многие Яду, Хайхай и другие настолько очистились, что обрели и материальное и духовное благо. В этом стихе упоминается о том, что Яду очистился, соприкоснувшись с лотосными стопами Дататрея. В рассматриваемом стихе говорится о том же Вандита Сар Чито Рагья Царь Яду поклонился лотосным стопам Брамана. Таким образом, согласно комментарию Шрила Шридхара Свами, Брамана Вадгута был самой личностью Бога. Это утверждает и Шрила Вишманадха Чапараварти Татуха. Спасибо большое. Это Дататрия Брамана Вадгута. В сотую комнату является Шакти Решаватарой. Верховная система. Последний текст 33-й. Вопрос. Жива Таттва или Вишна Таттва? Бывает сложно понять, потому что Шакти Решаватара – это такое воплощение, которое делает Дживу неотличимой от выхода на систему. И бывает сложно понять. Весадаро, кто Вишна Таттва или Вишна Таттва. Даже в наших Весадаро. Вроде Вишна Таттва нет. Нет такой ясности. Даже Ачарьи говорят и Упага Свами, и Дживана Свами. То есть разные мнения по счёту. Приводят разные свидетельства. Поэтому Шива Таттва, когда он давал ученикам в Би-Би-Ти наставление о том, как писать местоимения, относящихся к СДВС, как писать с маленькой буквы. В машине пишем. У СДВС большой, так. Какой у нас есть? И на самом деле это в этом тоже глубокий смысл есть. Мы это даже обсуждали в как-то раз в Глубе Паранадана. Была дискуссия на эту тему. Приводились разные свидетельства того, что это сам Нарайан. Но в СДВС, похоже, сделал это неактуальным. Потому что вообще нет шансов прямого указания, что он не шантату. Я писал так, что, в общем, понятно. Чтобы я не был, я слуга духовного учителя. Вот Бхагава, там, высшее проявление. Я в самом начале, я, Шахти Веша Аватара, себя выставляю в запутавшемся. В своих же собственных писаниях. Потому что я сидел удовлетворённый. Не мог понять, в чём причина моего удовлетворения. Я пришёл на Радамуни и рассеялся. Сомнение. Потом в конце 12-й песни Бхагава, там, что он повторяет те же самые доставления, которые ему даёт на Радамуни. И снова повторяет их. Всё то, что я написал благодаря ему. Очень интересно. Поэтому Шахти Веша, она, как бы, стирает границу между джилой и вишна-тапрой. Обычно это джила. Обычно. Но, например, есть Шеша. Ананта, Шеша. И кто-то из них вишна-тапрой, это джила-тапрой. Есть, более того, ещё одна интересная категория полномоченных Аватара. Это Бхагавата Веша. Есть Шахти Веша, Аватара. Общение, которое наделено особым Шахти. Среди них есть джи-сун-тапрой, есть джи-на-тапрой. А есть Бхагавата Веша. Это когда джи-ва-тапрой наделяется не просто Шахти, а наделяется присутствием Бога. И Бог в нём. И через нём говорит. Как, например, Накула в Рахмачаре, в читании Чаритамити, который проявлял эстетические признаки Господа Читания, и все окружали его, и толпы выходили за него. Он всех благословлял своим присутствием. Он просто светился так же, как Господь Читания сиял. И когда Шивананда Сене сказали, что Шахти Веша, Аватара, не Бхагавата Веша, что там Сам Господь через нё проявляется, он не поверил. И подумал, ну, если он меня позовёт сам, скажет мне мантру, которую я повторяю, секретную, которую никто не узнает, тогда я буду это завести. Потому что всякие люди разные говорят сентиментальные вещи, поэтому не нужно брать, принимать это без проверки. Без сомнений. Когда он так подумал, там была толпа головы вокруг Накула Брахмачаря. И когда он так подумал, то Накула Брахмачаря стал кричать, «Эй, Шиванан, позовите сюда, Шиванан Десену». Побежали его искать, привели, и он сказал, «Ты сомневаешься, я знаю, и ты сомневаешься в том, что Господь Считание появляется через меня, но я тебе скажу, какой мантру ты повторяешь?» Ты повторяешь Горга Пал мантру. Правильно? Поэтому Бхагавата Веша, живое существо, оно становится уже не отличным от Господа, не потому что сливается с ним, а потому что Господь входит в его тело, в его умы, в его сердце, и ищает через него. Можно сказать, что Шива Пады был в Бхагавата Веша, потому что, когда бы он не направлялся, они стали спрятаны как-то, как будто бы они с которыми с Господом Считанием встречались. Такие примеры есть. Есть Накова Брахмачаря, является Бхагавата Вешей, а есть еще Насимха Брахмачаря, Насимха Брахмачаря. Он проявил другое присутствие Господа. Накова Брахмачаря проявил присутствие Господа Веша, Господь пошел к нему. Насимха Брахмачаря Насимха Брахмачаря Насимха Брахмачаря проявил присутствие Господа Авербала в тонкой форме. Он пришел и съел все то, что он предложил ему на бьюдах, на Нарасимхе, для Данадхи, и Господь Читоне. И он в своем уме его заставил прийти к тому месту, где он прожил. Так что, есть разные виды воплощений. Но суть в том, что в Шахте Веша иногда бывает невозможно понять, кто он. Как, например, Гавардан, кто он? Вишна Тату или Джима Татва? Какая-то особая, говорит, Хайдас и Лари выше всех слуг, и он говорит, с другой стороны, Их Лишни говорит, я есть Кавардан, шайлус ми, поделись в бейсе. Сказали, что Анандшаша Дживотатва бывает? Там, вчера на святамце говорили, сейчас я не особо точно по памяти, вот после святатвина слушал, там говорится, что есть формы, которая является Дживой, а есть формы, которая является Вишн. в форме Дживы он держит Вселенную на своих клубках, а в форме Вишна, он, по-моему, создает эти вот атрибуты, которыми Господь пользуется. Шэшьянант в три формы. Да, Вадим, прошу, чем? Последний текст. Тридцать третий. АВАДУТА ВАЧА ШРУТВА ПОРВИШАННА АКСАТУРВАДЖАСАРВАСАНГА ВЕНИРМУХТАСАМАЧИТА БАБУВАХАН Дорогой Удов, слушая речи АВАДУТЫ, святой царь Яду, прародитель наших предков, избавился от всех материальных материальных привязанностей, и так его ум пришел в равновешенное состояние, закрепившись на духовном уровне. Комментарий в династии, начавшийся с царя Яду, было множество великих проявителей, которым удалось постичь свою духовную природу, и потому Господь приславляет сейчас род Яду Ваншу. Царь Яду обрел просветление, общаясь с Дататреей, представшим перед ним в облике Брамана АВАДУТЫ. Дататрея научил царя, как, наблюдая за мирозданием, человек может стать отрешенным и закрепить свое сознание на духовном уровне. Комментарии? Документы? Вот, все, мы должны облачить на мужские книжки и последние книжки. Так заканчивается. Так заканчивается. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так заканчивается комментарий смиренных слуг его божественной милости Абхай-Чернавинда, Бхакти-Веданты, Свами Шилы Крамбады, к 9-й главе 11-й песни Шимадбхагаватам, которая называется «Отрешенность от всего материального». А здесь еще несколько минут. Да, 5 минут еще есть. По 31-й в конце там описывалось, что… Да, вот, среди множества гуру, упомянутых Брауном, некоторые дают положительный пример, а другие отрицать ему. И раскаивающаяся Пингала и юная девушка, снявшая браслета, учат нас, как правильно себя вести, тогда как несчастные голуби и глупая пчела демонстрируют, какого образа действий следует избегать. Могли бы немножко напомнить вот эти примеры где-то… Может, почитать? Вот, кстати, вам хорошие задания. Можно просто почитать. Это, получается, 9-я глава все описывали, да? Там 9-я глава и раньше тоже есть какие-то примеры. Пингала и женщина, девушка, которая дома принимала гостей, они являются примером того, как нужно себя правильно вести. И пчела, и голубь показывают, как вести себя между ними правильно. Так что, почитайте сами. Это будет лучше, чем… У нас, знаете, несколько групп, и получается 4 примера. Может быть, каждый по примеру возьмет? У нас все группы после чего-нибудь не приехали. У нас приехали только пока четверо преданных. А так, да, у нас будет группа, и можно каждый по примеру входит в следующий раз. Но мы уже новое задание дадим. Так что, можете почитать, и до этого мы вас просим. Каждый может прочитать хорошее задание. Какой пример истории Пингалы дает нам? Какой пример истории с девушкой, которая просто это снимала с рук? Потом голубь и пчела. Там немного. Хорошо? Это все? Это все вопросы? Спасибо большое, что приехали, дорогие и преданные. Еще раз, какие-то у вас пожелания есть или потребности? Вот, пожалуйста, обращайтесь к нам. Это Руслан. Отвечаются бытовые все вопросы. И, пожалуйста, если чем-то вам полезно обращайтесь к нам. Миша отвечает за программу, за общую координацию всех наших ретритов. Пожалуйста. Пожалуйста. Павли Кышна. Все? Все обманывается? А, да. Вопрос возник такой. Если мы слушаем наставления Духовного Учителя, потом смотрим примеры жизни и пытаемся учиться, то мы можем точно уже домысливать и уже опираться на свои какие-то должности, чтобы належно на это... Поэтому нужно, чтобы Гуру Махарадж, чтобы Духовный Учителем был доступен, чтобы можно было подойти у него и спросить, правильно ли я понимаю. Или, по крайней мере, даже если нам не дается спрашивать, кто-то бы мог посмотреть, сказать, что ты вполне правильно делаешь. То веришь, что так нужно? Если Духовный Учителем остается просто фотографией на алтаре, которая всегда улыбается, несмотря на то, что бы мы ни делали, всегда доволен. Кришнан дайди Маги, да? Когда мы сегодня окажемся один на один со своим собственным умом, мы можем очень далеко зайти. Поэтому так важно спрашивать. И спрашивать либо у него, либо у тех, кто знает точно, лучше знает о справлении, которое нам дам. Вот мы видим, как в Парикшит Махарадж спрашивает Шкодэвага с вами, правильно ли я понимаю, что так? Он объясняет. Когда у него возникают сомнения, регулярно возникают сомнения. Он их предлагает. Шкодэвага с вами рассеивает сомнения. Проклада даже в своем письме одном написал ученику или ученице. Я не помню точно, кому. Он говорит, когда бы не появлялись сомнения. А это, помню, даже пишет сочетание череда. Он говорит, что когда бы ученика не появились сомнения, должен обращаться к Духовному Учителем за его пояснение. Он имеет его право. Поэтому предупреждаю, что не нужно с абсурдными какими-то вопросами обращаться. То есть с какими-то лучшими, содержательными, важными, актуальными вопросами. Для этого и не принимать Духовного Учителя. Непосредственно Духовного Учителя? Непосредственно Духовного Учителя либо тому, кто больше понимает его наставление. Спросить у кого-то из Духовных братьев наших, старших и у других вайшнавов тоже. Как раз вот здесь можно попрактиковаться в способности наставления Духовного Учителя искать в разных вайшнавах, разных источниках. Можно в эту же тему по поводу сомнений? В начале очень много вопросов, очень много сомнений возникает. Постоянно что-то спрашиваешь у всех. Потом, например, лекции слушаешь, книги читаешь. Кажется, что теоретически знаешь, что тогда спрашивают. По факту-то должны же быть вопросы. Ну то, что они обязательно должны быть. Шелкопат, у него был один вопрос, как я могу вам служить, как я вспоминал. То есть, нет необходимости постоянно вопросы задавать и придумывать их тем более. Но если они появляются, то нужно иметь возможность их задать. То есть, в какой-то момент их может меньше становиться, да? Да, надеюсь. Естественно, остается все больше и больше вопросов. Просто вопросы бывают другого характера. Иногда приятно за то вопрос, что просто услышать как стимул. Как Шугадева Судагасвами, когда у него спросили мудрецы, «Осута, как может настичь душа полного удовлетворения?» И он говорит, «Вот такими вопросами». Он отвечает. «Мудрецы да пристухам. Вад бир локам ангалам». И Кришна сам прошло. «Ят мудрецу проси до себя». Он говорит, «Вот такими вопросами душа удовлетворяется». Он потом, правда, еще отвечает на них. Он говорит, «Сам факт того, что вопрос задается, уже удовлетворяет душу». Или, как Кришна говорит в Бхагаватките, «При прошны на сэр». То есть, человек может, задавая смиренно вопросы, уже получить духовное знание, даже не дожидаясь ответов. Иногда бывает, что сам вопрос много проясняет меня. Не знаю, как мне регулярно пишут поляные какие-то вопросы задают, а потом говорят, «Ну, я не успеваю отвечать на них». Иногда об этом. Он говорит, «Да, ну, в принципе, уже все. Как только стоило мне написать этот вопрос, как я что-то все понял». Очень удобно. Уже перестаю спешить отвечать на вопросы. Сам ответит сам себе. Все, давайте на этом закончим. Это Кришна рассказывает. Да. А с кем он беседует? Судовым беседует. Кришна Судовый. А Вадута, он встречается с… Он Праглада Махара встречает, похоже. Царь Яду. Царь Яду встречает его. И он рассказывает ему про свою жизнь. Да. А, это Яду. Что Праглада Махара тоже встречался с Вадутой. Он был таким упитанным, поэтому ничего не собирал. Да. Ну вот. Давайте остановимся. Все. Падал Хиджай. Гран Тарасчево. Так вот. Хиджай. Говорим прямо на это. Хорошо. Вот еще и менял… Наширян или вот еще раз число. Добавляйте.